Всем привет у микрофона Каби, добро пожаловать на Корею на прицеле 2.0. Продолжаем смотреть GSL, первый сезон 2020 года. И может быть стоит сразу коротенькую ремарку, у нас путаются некоторые зрители, как первый, только что турнир посмотрели. Мы смотрели GSL Super Tournament. Обычно эти соревнования были после GSL, между сезонами, но в этом году из-за небольшой путаницы с длительным контрактом так получилось, что GSL Super Tournament согласовали быстро, а основной GSL медленно, поэтому он получился вторым. Но сам сезон GSL идет по отдельной хронологии, будет три сезона в 2020 году, и вот это, соответственно, первый. То есть GSL Super Tournament это была лига на 4 дня, GSL это большая лига, первый групповой этап, второй групповой этап, во втором групповом этапе добавится Maru и три других игрока, которые, собственно, вышли в полуфиналы GSL Super Tournament. Ну, а мы сейчас смотрим первый групповой этап, где играют, ну, как бы пока не такие крутые парни. Хотя здесь в группе B формально по достижениям очень серьезный собрался квартет. Роуг, Кивиан, он же Топ, по этому никнейму его помнят олдскульные фанаты корейского Старкрафта. Ну, и во втором матче Scarlett и Innovation. У микрофона прямо сейчас я в соло, но скоро присоединится к нам наш приглашенный гость-эксперт Блай. И, конечно, в первую очередь я звал его на Scarlett, может быть, Блайчик сможет и пораньше запрыгнуть на Роуга, но, как будто ни было, вот пока Блай приболел немножко, поэтому мы, ну, не слишком, там, его от начала до конца обязательно хотим в эфир. Вот с такой стратегией начинает Топ, карта Everdream против Роуга. Очень жесткий матч, это понятно, понятно всем, включая Топа, Прокси Барак. Но всего один Прокси Барак через Рипера начинает Топ, ну и нормально встречает его Роуг, собственно, стартовыми лингами. На всякий случай открылся Роуг через Пул. Ну, естественно, прекрасно осознает свой статус фаворита. Там, ну, огромный перевес, там чуть ли не 10 коэффициент на победу Топа, по-моему, был. В Старкрафте мы на ставке не особо налегаем, но это самое простое и понятное, в общем, для любителей игры, да и вообще киберспорта, да, наверное, оценка. То есть, ну, не знаю, 90 на 10 — это вот прям хорошая оценка для Топа, как мне кажется. Почему? Потому что этот игрок, который когда-то выходил в финал GSL вообще-то, он, тем не менее, делал это в 2011 году. То есть, с октябрьского или ноябрьского, какой он там был, сезон 2011 года, Топ не появлялся на GSL. Он несколько раз участвовал в квалификациях, он появлялся на канале Алекса, когда в раннем Лотве, по-моему, еще в бете Лотва, Алекс катал его ревейджерами и радовался, что убивает своих кумиров-ветеранища с детства. Вот, то есть, ну, все, казалось, Топ там, тема закрыта. Тем не менее, вот Топ опять отобрался. Ну, в 2020-й коронавирус, там, дельфины вернулись в Венец, корейцы старые вернулись, видимо, в Сеул и отбираются, отбираются на такие соревнования. Смотрим, что по стратегиям интересного у Топа на сегодня припасено, но пока вот после Прокси Рипера он продолжает в Батлкрузера. В Батлкрузера без третьего командного центра, то есть, агрессивный довольно вариант. Уже два Рипера, два Киллиона, он продолжает их строить. Ну, и 38 рабов у Рога, он, понятное дело, достраивает их, ставит тот самый воспетый Бассетом Бейлинг Нест на 4.00 примерно, чтобы отбиться от... Ага, Банша со стелсом показано. Ну, я не знаю, конечно, купился ли Рог, но, собственно, почему нет? Он же не долетел до фьюжн-кора. Другой вопрос, что, конечно, ты на Баншу и на Батла реагируешь не так-то уж сильно и по-разному. Ты как бы и так, и так ставишь спорки, но против Батлкрузера тебе нужно гораздо больше королев. И учитывая, что здесь Рог-то начинал с пула, у него королев в целом не так. Ну, вот у него пять нам показывают, он достраивает шестую. И он, кстати, полетит второй раз сейчас. Полетит второй раз и все-таки найдет этот фьюжн-корт, заказывает седьмую квину. А может поставят еще там дополнительную спорку, какую-нибудь на мейне, например, вторую. И все. Нам показывают, что есть арморе. Это говорит о том, что параллельно с Батлом будет хелбат пуш. Ну и, видимо, это не будет развод по двум направлениям. Видимо, это будет мощный пуш по одному направлению. Тут сел Викинг. Рог все это видит, но у него не так много все равно пространства для реакции. Он просто заходит, в смысле заходит топ, а Рог-то заходит Бэйнами тоже в это все. Не самый классный сплит на Диком Западе. В итоге очень много урона получили хелбаты. Бэйны, ясное дело, лопнули. Королевы стоят очень здорово. Хелбатов разбирают. Но в хлам разбирает эту атаку Рог. Другой вопрос, что для топа игра не закончена. Ставят командный центр, заказывают второго батла. Рог заказывает, в свою очередь, шпиль. Но здесь и сейчас боевые юниты, в принципе, представлены этим парнем на экране. У нас небольшая передышка сейчас вынужденная будет в игре. И как раз готов Блай. Поэтому мы сейчас попробуем с ним быстренько синхронизироваться. Так, я отдаю Блайчику, во-первых, экран. Кстати, я не знаю, мы сейчас созвонились уже или не созвонились голосом-то. Или я еще что-то должен нажать. Вот. Алло-алло. Алло-алло, привет. Да, привет. Ты нормально видишь экран? Все там, качество? Да, кстати. Сейчас я на фоллскрин сделаю. Ага, ну хорошо. Я уберу себя. Интересно, как можно тебя сделать на фоллскрин? А, все, вот так, отлично. Супер, нашел. Хорошо. Да, все видно и хорошо, качество. Там, гемат почти сделал. Окей, да, все правильно. Так что в этом сезоне, видишь, добавили фильтр по IP, чтобы там никаких прохладных историй. Можно решить вопрос с комментаторами. Красиво тут разбирает рок в самом углу карты этих гелионов. Ну что, топ, похоже, играет в механизацию? Я не знаю, ты не видел, не видел начало игры? Видел, это настолько однокалиточно, насколько это можно было. Ну да, то есть там что-то не расплитились совсем холбаты. Ну и рок, как бы все прочитал, все увидел. В общем, будет пытаться топ. Вот я все время говорю, что фигня это, не верьте терринам. Ну, вернее, вообще тем, кто говорит, что Мару играет пехоту, значит, пехота имба, мех, фигня. То есть, как бы, мне кажется, что из отставания, если ты послабее, надо все-таки пытаться обузить мех. Но посмотрим, получится ли у топа, потому что номинальное отставание большое. Отвечает рок просто масс с мутой. И я так понимаю, что он заходит, а там танки вообще заказаны. Печалька. Ну, я тебе скажу так, что играть мех из отставания можно только, если твой оппонент решил отстроить 110 дронов без юнитов. Вот тогда да. А вот если он захочется делать либо храпторов с раучами, либо мута-линга-бейнов, либо вообще боевых юнитов, то суши-рюосла. Ну, я имею в виду, конечно, в целом отставание по уровню игры. Но вообще из отставания в принципе не очень прикольно играть, как правило. У меня что-то прикольно. Очень даже вообще наоборот. У меня каждая игра такая. Получаешь удовольствие. Научился, да? Я слышал, есть в психиатрии термин специальный для этого. Ну ладно. Поскольку не специалист, я думаю, что зрители сообщат, если что, поддержат тебя в курсе. Второй апгрейд на атаку. Там тем временем заказан грейд на зацепы. То есть топ не сдается, он будет строить циклонов. Циклоны вообще вроде в основном-то как ответ к рапторам, а не муталискам больше позиционируются. Вроде логично было бы попытаться... О, мины-то есть. Хорошие минки. Да, хорошие. Было бы здесь 4 минки. Нет, все равно бы все очень плохо было. А сколько там муталиск с третьей, по-моему, мины, да, умирает? Нет. С четвертой? Да. 21 рабочий потерян у топа. 87 на 39 остается. Очень тяжело, конечно. Просто рвук летает муталисками по кругу. Ну, в том числе потому, что просто очень большой перевес был. То есть он смог их настроить столько, и ему ничего не угрожает. Насчет муталисков, мне кажется, он фанится, если честно. Он взял настолько сильное преимущество вначале, настолько легко отбился. Потому что я не понимаю прикола, вот зачем тебе делать викинга и хайдить твой билд, если зерк против любого билда терна все равно отбивается семью королевами и либо Руч Варрианом, либо Беллинг Нестом на четвертой минуте. То есть это стандарт плей. То есть, ну, теперь не будет халявить там слишком сильно вначале и так далее. Тем более, если ты играешь против порог против топа. Поэтому выбор был, да, сомнителен, но... А там даже шпон с пулу начинал еще, к тому же, на всякий случай, потому что вдруг в бараке мута уже имеет наглость врываться даже на батлов джи-джи. Ну, здесь было сложно что-то сказать в ответ рогу топу, потому что, ну, то есть пришло... То есть, смотри, лимит Линга Бэйна муталиский, он сам по себе очень дорогой, и сам очень кост-эффициент, потому что там имеет 200 лимита мута Линга Бэйнов, можно там сделать 260 лимита руч-караптеров, грубо говоря. И выходит, что там X3 лимит пришел по Вэлли и просто сказал, ну, здравствуйте. Потому что нельзя, нельзя Дерн, он такой третий ЦС поздний делает, ну, нельзя, это... Ну, не знаю. Возможно, у меня есть одна идея, как топ бы мог выиграть этот билл... Ну, то есть по билду, если бы он играл второй Старпорт где-то в проксе, и два Старпорта BC, вот это единственный варик, как можно вот... В той ситуации, показав вот это вот, показав там, типа, вначале Стэлс Больша типа, а потом, что у меня батлы, да ты бойся, а третьего ЦС нету, ты делаешь спорт, как вины, сиди, а я тоже сижу и сделаю четыре батла и тп-шность, ну, вообще-то, три тп-шность, но все равно. Вот окей. Еще, помнится, был интересный билд, помнишь, с прокси и не Старпортома, фактой, когда там синее пламя, инновейшн, по-моему, играл. Против... Сложно было бы. Вот реально сложно, потому что там Бэйлинг Несс все равно по таймингу идет, и Бэйнов катить на крипе можно, но очень сложно. И Зергу вообще нет никаких проблем сделать там еще пять Бэйнов, их расплетить, и ты пока будешь катить этими гелионами, у меня еще раундквин добавится. Ну, логично. Я сам, правда, больше семи никогда не строю, но иногда, видимо, нужно, да? Да, конечно, ну, почему бы и нет? Потому что ты знаешь, что у твоего оппонента там, может быть, третьего центра нету на пятой минуте. Как бы, если это не два Старпорта BC, то какой-то большой пуш с землей плюс батл. Логично. Ну что, на Найтшейде все-таки с Хэтчери будет... А, нет, погоди, в какой Хэтчери? Пул ранний, да, ранний пул играет Рог. Что-то я тут настраивал громкость, как меня просили, в итоге все пропустил, да? У Рога-то уже пул не то, что стоит, он уже достроился. Это был макро-12 пул, да? Не обратил внимания. Ну, 16-й пул, это сейфовенько против бараков. Ну, в этот раз все бараки дома. Ну, мы на хоум-сторе как-то рассмотрелись. Что ты говоришь? Кайф. 2-1-1. Старенький билд такой. Старенький билд. Ну, топ тоже старенький. Билд, кстати, не настолько старенький, как топ. Он-то вроде когда его где-то в 15-16 играли. Очень активно. Прям очень активно. Я прям помню проблемы с этим билдом. Первые 50 раз. На самом деле, было очень сложно отбиваться от терранов, кто контролит очень хорошо. К примеру, там, Ютермал. Он вообще настолько... То есть, если ты других терранов разносил просто в Нолину, то он просто приходил и откачивал 7 бейнов на крипе мариками. И типа, да, я могу. А что у тебя есть в ответ на это? При этом, да. Я помню эти. Это прям вот концепт расы терран, мне кажется. Причем сейчас вот на ASL было два полуфинала ТВЗ шикарных. Вообще, я не знаю, кто-то может себе представить, что в 2020 году там Flash придет и изобретет новый билд. Опять. Учитывая, что он в прошлом сезоне изобрел новый билд. Но так и было. И вот такие темы как раз, да, когда терран приходит и такой, так, ну и что у тебя есть против моих пяти валькирий? И Зерк такой, ну у меня мутастек, ну в общем, ясно. Страта, брат, картушем ГГ выходим. Интересно, я очень рекомендую, кто любит первый StarCraft, найти канал Африка ТВ Live, посмотреть там прям мега игры. Вот, ладно. Стимпак заказан. Там Старпорт, реактор, все понятно. Нам Рогу пока, ясное дело, не очень понятно. Ну и тут получается, как этот билд вообще заходит в современную мету? Сейчас же они делают вот этот вот ранний армор, но делают довольно быстрый Belling Nest, но в принципе довольно поздний лейер, да, получается. Ну, лейер против этого билда не имеет значения. Самое главное против этого билда это быстрый эволюшен. А, то есть, как научились контрить этот билд? Это быстрый плюс один армор, потом фоллоуап плюс один мили. И только потом Belling Nest, потому что от Belling Nest тебе не поможет против первых 16 вариков. У тебя недостаточно мяса будет. Ну и все, теперь Рог знает. Belling Nest от меня, наверное, не будет. Он знает, потому что что? Потому что количество морпехов? Ну, на 4.15 ты залетаешь, а там 13 морпехов. Что-то здесь не так. Погоди, а он ему всех... А, ну он много показал, больше, чем 2, по крайней мере. Всех показал. То есть... Рог все-таки заказывает довольно-таки ранний лейер. Вот это я не понимаю. Скорее стандартный, но он же, по идее, мог бы прохалявить, наверное. Я не про этот лейер. А, смотри, есть два варианта развития событий. После 2.1.1 для Терана. Это одна инженерка и танки, и пуш дальше. Либо две инженерки без танков, третья ЦЦ. У нас идет и две инженерки, и танки, и без третьего ЦЦ. Может быть, я с чего-то не понимаю. Ну или какой-то двухбазовый план у него прям в продолжение. С четырьмя газами, да? Ну, это вопрос интересный, да. На что он будет тратить? Два старпорта Батлы. Ну, это довольно прохладно вроде звучит. То есть там уже просто такая экономика. Ну, смотрим. И сейчас вон еще 11 дронов в заказе. Ясное дело, собаки побегают за велосипедистами. Топ улетает домой. То есть такое чувство, что у него... Он так по-бомберовски, да? То есть у меня тайминговый пуш, я не отдаю армию. Рок видит, что нет третьего ЦЦ. То есть тут он в курсе. По идее он ждет, получается, ну, видимо, танки, да? Без... Двухбазового пуша с танками, да. Без апгрейдов просто, единственное. Ну, он делает плюс один медленный. Ну, все правильно. То есть он реагирует на двубазовый пуш с танками. А там двубазовый пуш с танками, с фоллоуапом... Триги-то, да, где? Куда ты газ тратить будешь, братух? Вот честно, признайся. Куда ты потратишь 400 газа, которые сидят сейчас, и 650, которые будут через минуту? Окей, может я чего-то... Ну, пока у него 600 газа, действительно. Из Блая получился бы хороший ревизор. Куда что, кто потратил, это у нас всегда актуальный вопрос. Танки не профокусили Бейнов толком, к сожалению. По-моему, они дали залпы по собакам. Но в итоге там-то, я думаю, чисто по деньгам Террен все равно неплохо разменялся. Другой вопрос, что у него по инициативе ничего не остается. Он особо ничего не пропушил. Перед дроп пошел на мейн. Тут, естественно, хренелион собак бегает, у которого уже почти апгрейд на армор, но пока нету справедливости ради. Там три барака пошли, вот он, третий ЦЦ. Какой-то такой билд серединка наполовинку, да, получился? То есть выходим в макро из отставания. Мне очень сложно это понять, потому что у него все еще что-то газа. Куда ты его будешь тратить? Это ты переиграл мех? Да, где мы всегда можно, да, слить на танке. С другой стороны, как-то, когда играешь за Террен, вот думаешь, у меня пехота, морпехи, типа, на что я буду тратить газ. Но когда заказываешь 2-2, то что-то оказывается, что, ну, например, там двух-трех газов точно не хватает. Ну ладно, так рано, наверное, не стоило добавлять. Неплохой сплит, справедливости ради, просто слишком много линго-бейнов. Да, нам показывают, что вполне адекватно это пока что ситуация по разменам. Но, наверное, она должна быть, зато при этом билде очень сильно в пользу Террена. Террен, сильно. Из-за того, что ты нажимаешь стимпак, размениваешься, садишься в медилаки, улетаешь. Ну, он просто сделал небольшую ошибку вначале. Он нажал стимпак, не разменялся. И загрузился, улетел. Вот, бывает, это такое. На самом деле, ну, все, здесь как бы 900 газа. Но зато он перестал его сопать. Это очень хорошая новость. Сорян, что такое тролли. Я, кстати, про, между прочим, насчет, ты говорил про использование, ревизор и так далее. Бухгалтер-аудитор по образованию, поэтому... Я понял. То есть тебя специально учили на то, чтобы считать газ топа, и пригодилось. Но уж не знаю, что там с образованием у топа. Он, кстати, за время отсутствия своего на GSL вполне мог получить высшее, учитывая, что с 2011 года отсутствовал. Ну, там, видимо, армия съела два, но все равно по-прежнему он мог получить высшее. Может быть, он тоже кем-нибудь стал. Но пока он стал участником матча проигравших, который мы будем смотреть через одну игру. А сейчас первым делом мы отправляемся, соответственно, в противостояние Scarlett против Innovation через традиционную паузу минут в пять. Субтитры создавал DimaTorzok